Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем гимн любви, который содержится в первом послании апостола Иоанна, в 4 главе. В некоторых изданиях, например, в издании Несли Алленд, стихи с 7 по 10 графически представлены в виде гимна. Вероятно, издатель посчитал, что в данном случае цитируется древнехристианский гимн, некое песнопение, которое использовалось за богослужением еще задолго до того, как было написано само послание. Это выглядит вполне правдоподобно, потому что, начиная с 11 стиха, автор вновь возвращается к теме любви и размышляет о всем, что сказано в этом гимне, более подробно. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Действительно, даже в синодальном переводе это звучит как ритмическая проза, ее легко положить на музыку, это прекрасно звучит за богослужениями и просто в кругу христиан. До того, как возникло слово «христиане», вы знаете, что это слово возникло как прозвище в Антиохии, ученики Иоанна друг друга приветствовали словом «возлюбленные». До того, как стало употребляться слово «христиане», говорили просто «друзья». В некоторых языках слово «друг» и слово «любимый» являются однокоренными словами. Поэтому возлюбленные – это обращение к братьям. Будем любить друг друга. Любовь от Бога. И поэтому всякий, кто любит, кто способен любить, он как будто рожден от Бога. Рожден – это означает принадлежит Богу, несет на себе его образ, его сыновство. И здесь, с одной стороны, подразумевается, что подобное тянет к подобному. Это простая мудрость, которая указывает и на нечто большее. Любить означает знать Бога, соединиться с Богом. И здесь апостол Иоанн через запятую перечисляет три очень знаковых для него глагола. Быть рожденным, то есть быть Божьим, любить и знать. Эти три вещи неразрывно связаны между собой и в сущности выражают одну и ту же реальность. Это нам совершенно непривычно, потому что в нашем языке все эти слова имеют немножко другое звучание, и их трудно соединить в единый аккорд. Любить – значит родиться. Для нас это звучит очень красиво, но совсем непривычно. Любовь – это новое рождение. Это рождение свыше. Апостол Павел, а затем и великий Данте, употребляет образ новой жизни именно в тот момент, когда вдруг пробуждается любовь, начинается новая жизнь, и жизнь с большой буквы. Быть рожденным от Бога – значит знать Бога. Точно так же, как Иисус Христос, Сын Божий, знает своего Отца. Никто не знает Отца, кроме Сына, никто не знает Сына, кроме Отца. Нам это непривычно, потому что мы употребляем глагол «знать» в значении, когда мы располагаем какой-то информацией. И здесь совершенно другой образ. Он далеко выходит за рамки привычного нам знания, сознания, осознания. Нам легче это будет понять, если мы себе представим такое выражение. «Дамы и господа, я познал бедность». И мы понимаем, что человек, который это говорит, он познал бедность не по книжкам, не на словах, не прочитал о ней в интернете. Он ее действительно испытал на собственной шкуре. И поэтому познал в самом прямом значении этого слова. Итак, познание, которое достойно этого имени, это всегда внутреннее познание, близость и даже тождество. Точно так же, как кто видел Сына, тот видел Отца, потому что Сын и Отец одно в Евангелии от Иоанна. И всякое познание, достойное этого слова, является брачным познанием. И поэтому иногда говорят «любовь в библейском смысле слова». В еврейском языке глагол «яда» является тем обозначением любви, того познания, которым Адам познает Еву, и тогда Ева зачала Каина. Любить и знать – это одно и то же. Эти слова выражают всегда близость, сокровенную близость, близкие отношения и даже тождество. Слово «близость» является чрезвычайно важным для Нового Завета. В Новом Завете никогда другого не называют другим. Его называют ближним, ближайшим. Человек не может жить, как остров, изолированно. Он является человеком лишь в той мере, в какой он пребывает в единстве, в общении с ближними, насколько он открыт к общению с другими, в той мере, в какой у него есть социальные связи. Понятно, что изоляция – это синоним смерти. И поэтому три глагола – «быть от Него» или «родиться от Него», «знать Его» и «любить Его» означают одну и ту же реальность. И что же это за реальность? Это сыновство. И для христиан это чрезвычайно важно, потому что слово «христиане» содержит в себе слово «христос». «Христос» означает «помазание». И так эта реальность называется другим словом «помазание». Христиане – это те, кто получили помазание Святым Духом. И помазание елеем или помазание миром – это то, что проникает вовнутрь, сквозь кожу. Это то, что животворит веру, просвещает ум, сердце. И главное, что остается какой-то несмываемой печатью. Далее, как обычно, Иоанн говорит о том же самом, но в отрицательном значении. Сначала «кто любит, тот рожден от Бога», теперь «кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Автор подводит читателя к мысли о том, что любовь к Богу непременно ведет к любви к ближнему. Одно без другого не существует. Это две стороны одной медали. В той мере, в какой мы любим Бога, в той мере мы способны любить ближних. В той мере, в какой мы окружены любовью и наполненной любовью, наше сердце открывается навстречу Богу. И атеизм, чаще всего, это просто симптом того, что где-то отсутствует любовь. В 11 стихе апостол Иоанн скажет, «Мы должны любить друг друга». И как будто причина и следствие. Затем он скажет, «Мы получили заповедь, любите друг друга». И здесь очень важно понимать, что слово «заповедь» — это не совсем то, что мы обычно привыкли понимать под этим словом. Мы понимаем слово «заповедь» как некое предписание, приказ. Но греческое слово означает скорее некую волю. Если ты хочешь что-то сделать приятное, потому что ты любишь, то исполни это. Это не просто некий приказ. Это именно расположение воли, заповедное, то, что тебе угодно, что ты хранишь в своем сердце. Это не приказ и это не условие. Именно поэтому современному человеку очень трудно переключиться от привычных моделей, клише, мышления для того, чтобы услышать то, о чем говорит евангелист Иоанн. И та любовь, которую Бог испытывает к нам, она в нас проявилась. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили через Него жизнь. Любовь — это то, что всегда стремится себя открыть. Влюбленные до бесконечности рассказывают всю свою историю, всю свою жизнь для того, чтобы открыть свое сердце другому. Любовь — это то, что себя открывает. И поэтому здесь происходит некая эпифания. Божественная любовь себя являет, проявляет. Точно так же, как фотографии, скрытые, невидимые для нас изображения вдруг становятся явным, проявляются. И где же оно проявляется? Проявляется в нас. И опять другая ловушка для современного человека, потому что мы привыкли разделять одно дело в нас, внутри нас, другое — между нами. Но на языке Евангелия и то, и другое означают единое целое. Одно без другого не существует. Очень часто выражение «Царство Божие внутри вас» современные переводчики предпочитают перевести как «Царство Божие посреди вас», как будто незримое присутствие Христа переносится из твоего сокровенного мира, из твоего сердца, в какие-то социальные, внешние отношения. Но древние авторы не зря переводили как «внутри», потому что одно без другого не существует. Если в сердце есть Бог, то Он будет и в твоих отношениях с окружающими. И поэтому «в нас» на языке Иоанна Богослова одновременно означает «внутри» каждого из нас и «между нами». Точно так же, как в прологе к Евангелию Иоанна говорится «слово стало плотью, и оно обитало среди нас» или «в нас». Когда говорится о том, что Отец послал единственного Сына, здесь тоже употребляется очень сильный и знаковый глагол, потому что «послать Сына в мир» означает послать Его на смерть, послать Его с миссией. И это не просто потому, что рано или поздно тот, кто рождается, должен умереть в тот момент, когда жизнь подходит к концу, но это не просто биологическое умирание. Смерть Христа — это смерть ради нас. Это тоже оттенок, который очень часто от нас ускользает. Рождение Христа, Его смерть и Его воскресение были ради нас. И поэтому это не был факт Его личной биографии, это не был момент истории жизни какого-то человека, который жил в прошлом, даже если это был Сын Божий, но это нечто, что было совершено ради нас, и поэтому имеет к нам самое прямое отношение, имеет в себе источник нашего воскресения, нашей любви, нашего нового рождения. И другое слово, которое у нас звучит совершенно иначе, это слово «грех». Апостол Иоанн говорит о том, что через единственного, единородного, возлюбленного Сына мы получаем отпущение грехов. Грех снимается. Но мы привыкли думать, что грех — это нечто этическое, это какое-то преступление, это какой-то проступок, это то, что неприятно, это то, что предосудительно в глазах других людей, и это тоже. Но то, что мы думаем, — это лишь только симптомы и лишь вершина айсберга. На языке Иоанна слово «грех» является неким архетипом. За этим словом всегда стоит образ смерти. И не просто смерти, а убийства. И не просто убийства, а брата убийства. Каин убивает Авеля. Вот в чем грех. И для того, чтобы жить полной жизнью, кто-то должен очистить дорогу. Для того, чтобы жизнь торжествовала, то, что ее уничтожает в самом зародыше, должно исчезнуть. Именно в этом и состоит отпущение греха, как некое восстановление присутствия Бога. Слово «грех» имеет не просто какое-то этическое измерение, а имеет бытийственное измерение. И оно противопоставляется не каким-то правильным поступкам или добродетели, оно противоположно миру священного, миру, где царствует Бог. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Опять же, апостол Иоанн повторяет то, что было сказано в предыдущем стихе другими словами, потому что в древности существовало правило, если ты хочешь сказать что-то очень важное, скажи дважды. Итак, любовь не потому, что мы полюбили Бога, а Он первым полюбил нас. И наше сердце лишь включается в это движение любви, и отвечает на тот первый зов. И все то, что я вам сказал о грехе, то слово, которое упоминалось в предыдущем стихе, здесь подтверждается другим словом. Здесь употребляется слово умилостивление. И это означает, что любовь в этом гимне это не просто какое-то чувство, какие-то эмоции, это даже не просто какие-то благородные поступки и не добродетель, но всегда больше. Любовь – это некое событие, это какое-то происшествие. Нечто совершается новое в этой жизни. Бог творит новую реальность. Он снимает грех и торжествует жизни. Итак, слово умилостивление действительно означает некую жертву. Оно заимствовано из храмового языка. Это жертва умилостивления, жертва искупления, искупления грехов. Итак, этот гимн любви помогает нам понять, что любовь, как и грех, это не просто какое-то нравственное чувство или понятие. Жизнь возможна лишь только тогда, когда по-настоящему исчезает то, что является препятствием на пути жизни. И поэтому каждый, кто любит ближнего, имеет доступ к тому источнику любви, который находится в сердце Бога. И тогда твоя жизнь становится пространством божественного присутствия. На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...